Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня тема лекции вирука следующая. Чесотка. Чесотка может проявлять себя у всех по-разному. Нельзя написать, что чешется, да и чешется. И человек хочет все-таки расчесать данное место. И бывает, что человек расчесывает так место, то или иное, в котором появляется себя чесотка. У каждого это по-разному может быть. Бывает даже до крови. Бывает у человека такой дискомфорт, который даже может вывести человека с равновесия. Бывает даже у человека может быть истерическое, скажем так, чесотка, где он расчесывает все до крови. И потом еще начинает эмоционально проявлять свой негатив. Почему? Потому что чесотка принесла вот такую энергию в организм человека. Надо помнить и знать, что чесотка проявляется частенько всего на нашей с вами коже. А кожа это легкие. Мы уже знаем, что точка МС8 Лао Гун контролирует все иньские органы. И иньские меридианы. И легкие относятся к иньским меридианам. Также следует понимать, что кожа и чесотка это состояние поджелудочной железы. Вот вам и ответ. Два иньских органа, если они разбалансированы, не работают, если они то ли воспалены, то ли слабые, то у человека может проявиться вдруг откуда ни возьмись, либо уже быть хронической чесоткой в тех или иных участках кожи, либо кожного покрова. Нам неизвестно. То через точку МС8 Лао Гун вы можете бороться с любым проявлением чесотки. В любой части кожи. И у каждого человека она проявляется по-своему. Единственное, здесь можно сказать, что также необходимо обязательно состояние крови. Почему? Потому что чесотка это состояние еще кровяной массы человека. В каком состоянии крови? Если кровь слабенькая, скажем так, то это может проявляться тоже самое на фоне чесотки. Это тоже уже на сегодняшний день не то, что научно доказано, а уже в профилактике, то есть в практическом, скажем так, в поле, допустим, моей деятельности, это уже показало на 100%, что кровь практически отвечает за проявление любой чесотки в участках нашей с вами кожи. Поэтому вот этих три нюанса нужно знать, в каком состоянии легкие, в каком состоянии поджелудочная железа, в каком состоянии кровь. И, конечно же, нужно помнить, что перикард контролирует сердце. Мы повторяемся. Сердце является хозяином всех внутренних органов. Сердце качает кровь. Если сердце плохо качает кровь, вследствие чего может породиться та или иная чесотка в том или ином участке кожи, либо кожного покрова. Поэтому прежде всего восстановите перикард, восстановите сердце. Восстановите через точку МЦ8 Лаугуд, либо помогайте восстановить данному организму. Ну а если у человека хроническое проявление чесотки, то необходимо здесь диагностировать 12-7 меридианов, дабы увидеть, в каком состоянии весь инский мир, либо все инские органы, которые с помощью точки МЦ8 Лаугуд мы можем мало то, что привести в согласие, мы их можем протонизировать, мы можем, скажем, старую энергию вытеснить и призвать новую энергию. Ну что первое надо? Диагностика 12-7 меридианов. Второе – огромная работа с точкой МЦ8 Лаугуд. Ну и третье, конечно, что от вас? Работа с данной точкой. И данное видео вам в помощь. Прошу подчеркнуть и заметить, в любой части тела может проявляться чесотка. В любой, даже в интегре. Спасибо за внимание.